Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим первое заседание Военно-промышленной комиссии в 2017 году. И вначале несколько слов скажу о выполнении государственного оборонного заказа в 2016 году в части производства вооружения, военной и специальной техники. По итогам прошлого года показатель выполнения гособоронного заказа был улучшен. Вот я динамику вам дам сейчас. В 2013 году это было 93% выполнения, в 2014 – 96,7%, в 2015 – уже 97,6%, а вот в прошлом году – 98,8%. Хороший показатель. Я благодарю министерство, ведомство, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и коллегию ВПК за ответственную, скоординированную работу, за определяющий вклад в переоснащение вооружённых сил, в укрепление национальной обороноспособности. Сейчас разрабатывается новая государственная программа вооружения, рассчитанная до 2025 года. В ходе её выполнения к 2020 году уровень оснащения армии и флота современными образцами вооружения и техники должно составить не менее 70%. Для решения этой задачи необходима уверенная, стабильная, ритмичная работа всего оборонно-промышленного комплекса. Техника, направляемая в войска, должна в полной мере отвечать требованиям по качеству, по надёжности. И, кроме того, предприятия, выполняющие контракты, должны обеспечить ритмичные поставки в армию. Сегодня мы обсудим основные направления развития сил общего назначения. Речь идёт о долгосрочных планах до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Наряду с авиационными и морскими силами значение сухопутных войск, о возможных военных конфликтах, конечно, очень велико. И наша задача – дать им самое лучшее вооружение, оснастить современной техникой, существенно нарастить боевой потенциал. Одним из ключевых показателей эффективности наземных войск является их мобильность, готовность к переброске на дальние расстояния и развертывание в самые короткие сроки. Необходимо повысить оперативность этих действий, увеличить скорость перемещения частей и соединений. По-прежнему остро стоит задача оснащения сил общего назначения современными средствами связи. Мы об этом неоднократно с вами говорили в самых разных форматах. Многое уже сделано, но практика показывает, что ещё не все проблемы в этой части решены. Ещё одним важным перспективным направлением являются автономные робототехнические комплексы. Они способны принципиально изменить всю систему вооружения сил общего назначения. И нам нужны свои эффективные наработки и в этой сфере. Подчеркнув, всю работу по укреплению сил общего назначения нужно строить, исходя из чёткого понимания потенциальных конфликтов и общего направления развития вооружённых сил и в мире, и в нашей стране. Нужно тщательно анализировать опыт применения вооружения и военной техники, в том числе и в боевых условиях. Ещё раз хочу подчеркнуть, как нами, так и другими странами. Особое внимание уделить организации и качеству ремонта в этих условиях. И, конечно, необходимо формировать научно-технические заделы под новую программу вооружения. В прошлом году мы обсудили планы по созданию Совета главных конструкторов сил общего назначения и просил бы проинформировать, чем завершилась эта работа, как будет организована деятельность Совета. Давайте перейдём к работе. Пожалуйста, слово Дмитрия Олеговича Рогозина. Прошу вас. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Коллегия военно-промышленной комиссии в прошлом году совместно с Минобороной, Минпромторгом и Росгвардией завершила работу по формированию такого Совета. Утверждён перечень из 27 проектов, которые обеспечивают создание перспективных образцов комплексов и систем вооружения общего назначения. Утверждены главные организации промышленности и назначены главные конструкторы по проекту. Вчера на заседании коллегии военно-промышленной комиссии был утвержден руководство самого Совета. Таким образом будет обеспечено сбалансированное развитие наземных сил общего назначения, научное обоснование принимаемых решений, их экспертиза, оценка, технической и технологической готовности к предприятию обороны-промышленного комплекса, а также военно-научное и научно-техническое сопровождение проводимых работ на перспективу до 2034 года. Уважаемый Владимир Владимирович, я теперь хотел бы перейти к обсуждению вопросов закрытой части нашей сети. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!